518-й, доложите мне обстановку. Сейчас Владимир Алексеев держит руку на пульсе происходящего в батальоне. А 9 лет назад, когда он только устроился на службу, сам выезжал на вызовы. Теперь его пример другим наука. Офицер учит подчиненных различным приемам и как действовать в нестандартных ситуациях. Быть командиром батальона это огромная ответственность. В первую очередь за личный состав, так как, сами понимаете, экипажи вооруженные. Бывают разные заявки, сработки. Экипажи выезжают, отрабатывают. Поэтому риск есть. Поэтому за каждого сотрудника переживаешь, как за своего родного. Как говорит комбат, улица полна неожиданностей. Нужно быть не только готовым выехать по сигналу тревожной кнопки, но и среагировать на любое ЧП, и даже когда ты не на службе. Если мы видим правонарушение на улице города Казани, естественно, это правонарушение мы пресекаем. Владимиру Алексееву 33 года. Это он самый молодой комбат Казани. Его батальон вне ведомственной охраны самый большой в столице. В подчинении полторы сотни человек. Многие хоть по возрасту и старше командира, но относятся к нему как к отцу и называют батяней. Командир у нас отличный. Любые вопросы, с любыми вопросами мы к нему подходим. Что-то вместе обсуждаем. Знаю командира батальона я уже очень давно, лет 6-7, это точно, вместе уже работаем. Очень хороший человек. Строгий, справедливый. По всем вопросам, каким обращаемся, хоть по служебным, либо по домашним каким-то вопросам, всегда подскажет, расскажет. Владимир Алексеев родом из Верхнеуслонского района. Окончил Казанское танковое училище. Став военным, осуществил мечту своего отца. Хотел в свое время сам стать военным, но почему-то у него не получилось. Единственный ребенок в семье, кто сейчас носит форму и погоны. Владимир женат и воспитывает дочку. Семья им гордится и ждет. В свой профессиональный праздник он тоже на службе. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.